Доброго времени суток! Сегодня я хочу поговорить с вами на такую тему, как правильно хранить крупнолистную гортензию, которую мы будем использовать для выгонки. Как и в предыдущих видео, вы можете посмотреть фото наших растений, которые мы выращиваем. В этот период я еще видео не снимала, поэтому демонстрирую вам фотографии. Такого плана черенок мы отпускаем в мае. Сортов в наличии у нас 9 видов. Так вот они развиваются с весны, вы можете посмотреть. Выгонка гортензии по времени составляет приблизительно где-то до 2 месяцев. От заноса растений до цветения. Но более подробно о том, в какую землю садить, как ухаживать, мы будем уже говорить в тот момент, когда будем заносить растения. А сегодня я хочу поговорить на такую тему, как подготовить гортензию к зимовке и как ее хранить правильно. В первую очередь гортензию, которую мы будем использовать для выгонки, лучше всего выращивать посаженной в горшке или в какой-то емкости. И просто прикапывать на летний период в грунт. Осенью мы ее должны забрать на хранение. Так как на выгонку гортензия ставится в конце января-феврале, смотря какой дате надо, чтобы она зацвела. Поэтому, для того, чтобы ее безболезненно забрать из грунта, мы ее выкапываем. Корень при этом особо не тревожится. Нижние корешки подкапываются, заправляются обратно в горшок. Но одно из важных условий, которое должна пройти гортензия осенью перед хранением, она должна стоять до заморозков минус 3-5. Для того, чтобы лист весь, вот как вы видите на фото осень, она уже отцвевшая. Листья должны пожухнуть, этому будет способствовать заморозок. И потом мы будем полностью очищать ее от листвы перед тем, как ставить на хранение. Вот на видео я вам демонстрирую уже растения, которые прошли заморозок. Лист почернел, его мы будем сейчас чистить, а растения выкапывать. Как я и говорила, они у меня стоят в прикотипе, в горшке. Почка, смотрите, живая. Вот я вам приближаю. Почечки по всему стволу идут живые. Цветоносы, я их не убирала, но если вы целенаправленно занимаетесь выгонкой на хорошие крупные цветы, то их лучше убрать где-то к концу августа, в начале сентября цветоносы, чтобы они не забирали питание лишнее на себя. Это уже почищенные растения. Снизу вы видите много почечек. Осенью желательно еще делать обрезку растениям, но я этого не делаю. Так как растения, вот эти маточные, я использую в основном на черенок. Поэтому обрезку им не делала. Ну, хотя советую лучше цветоносы убирать пораньше. Если вы делаете гортензию целенаправленно на выгонку, то оставляйте на ветке один-две крупных почки, для того, чтобы были крупные, хорошие цветоносы. Остальное снимайте, срезайте. Сам процесс очистки от листьев и обрезки цветоносов я не буду вам показывать. Это понятно. Вот она уже стоит почищенная. Я оставляю все почки для того, чтобы весной брать черенок со всех почек. Вы для себя должны знать, что цветет она только на почках побега прошлого года. Те почки, которые заложились в прошлом году, будут цвести. Вот такие подготовленные растения мы будем опускать на хранение в гараже в смотровую яму. Там, где она будет находиться всю зиму, до того, как мы будем доставать ее на выгонку. Ну, это будет где-то конец января, начало февраля. Еще нужно ее оставлять на хранение в яме, там, где находится окран на улице. У нас там тоже были сделаны полки. Там всегда высокая влажность, и она хранится очень хорошо. В доме я не рекомендую ее хранить в подвале, так как там очень сухо. Вот такие сорта, которые сейчас вы смотрите, эти все сорта будут у меня весной в наличии. Вы можете посмотреть их и заказать в альбоме в Одноклассниках. Перейти по ссылке. Там, где информация на Ютубе о себе, там есть ссылка моего сайта в Одноклассниках. Заходите. Буду рада видеть вас у себя в гостях. Будем там тоже общаться. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь. Следующее видео я поговорю о том, какие сроки мы будем доставать гортензию. Будем делать это вместе с вами. Как правильно делается выгонка. Чем поливать. Условия выгонки. Все это подробно будем обговаривать. Будем смотреть, как наши растения, которые сейчас спят, будут просыпаться, развиваться. Все эти вопросы с вами будем рассматривать. Была рада поделиться с вами информацией. Думаю, она была вам полезна. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» и 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 «Сим